День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре. Культ просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь, как всегда, по пятницам, программа Культ просвет. И сегодняшняя наша тема несколько необычна и с точки зрения географии, и с точки зрения, наверное, политической культуры. Сегодня мы, наверное, с одной стороны, остаемся в рамках темы война в Украине, демократическая культура, авторитарный режим в современном мире. С другой стороны, мы попытаемся сегодня взглянуть на события, начиная с 24 февраля, с несколько другой перспективы. Часто, и особенно с 24 февраля, с первого дня войны в Украине, в Европе, в Латвии, политологи, юристы, философы, целый ряд других экспертов говорят о путинской системе, о Путине как о источнике, скажем, недемократической культуры, о его пропаганде, о основных представлениях о геополитике, скажем, истории памяти и так далее. Мне бы хотелось сегодня вместе с вами попытаться заглянуть за кулисы этой политической структуры или системы и попытаться узнать, что такое жить и работать в рамках системы Путина или общества Путина, или путинской России. Мы можем выбирать любой синоним для этого. Именно поэтому сегодня в гостях у нас гости, мужеством которой я действительно восхищаюсь, и я безумно благодарен за то, что вы нашли сегодня душевные силы быть с нами. В гостях у нас Екатерина Диковская, которая является юристкой, правозащитницей и руководительницей программ правовой помощи и стратегического судопроизводства благотворительного фонда социально-правовой помощи «Сфера». Добрый день, Екатерина. Здравствуйте. Уважаемые радиослушатели, вы всегда присутствуете на наших беседах, вы неотъемлемая часть нашей дискуссии, поэтому, пожалуйста, подключайтесь и звоните, оставляйте свои размышления, комментируйте, и задавайте наши гости вопросы. Вопросы по телефонам прямого эфира 6721-2939 и 6721-3939, а также оставляйте свои размышления на номер в WhatsApp и SMS на номер 206191. Мой коллега-звукорежиссер Евгений Копейн обеспечивает сегодня техническую часть нашего эфира. Екатерина, еще раз большое спасибо за то, что вы сегодня здесь в студии. И я хотел бы начать нашу сегодняшнюю беседу максимально, скажем, отдалившись от политической ситуации в Латвии, о том, как воспринимается война в Украине, и поговорить о том, как вы, жительница, гражданка России, жительница Петербурга, правозащитница, многие годы работали в области оказания помощи различным меньшинственным группам в российском современном обществе. Но перед этим, перед тем, как мы поговорим о системе или о структуре общества периода Путина, я хотел бы попросить вас рассказать нашим радиослушателям о том, как несколько месяцев назад вы вместе с супругом и детьми выехали утром на работу и не вернулись. И не доехала до работы, да. Это уже прошло несколько дней войны. Мы все жили в каком-то странном ощущении, потому что мы не могли поверить в то, что происходит, то, что происходит. Во-первых, мы не верили. То есть, да, мы читали газеты, мы понимали, что об этом речь идёт, но никто не мог в это поверить. И когда это произошло, мы все жили в каком-то странном ощущении. И не то, чтобы не могли осознать это, но было очень сложно. И это ощущение напряжения, какое-то беспокойство за то, что может произойти и случиться, мы не знали, что случится завтра. И было такое всеобщее напряжение. И мы понимали, что произойти может каждый день что-то, чего мы и до этого-то не ожидали, да. И тогда мы с коллегами проводили внеплановые планёрки со звоном. Мы друг друга поддерживали, обсуждали, как мы будем действовать, что мы будем говорить, потому что закон о фейках тогда ещё не был принят. И мы высказали свою позицию против войны. И вот на одной из планёрок, которая была внеплановая, как раз она застала меня по дороге на работу. Меня муж вёз на машине на работу, мы отвезли детей в сад. У меня была планёрка, на которой коллеги сказали, что ребята, у кого есть визы, всем лучше уехать. И желательно это сделать как можно скорее, потому что есть опасность того, что, во-первых, границы закроют, во-вторых, была опасность того, что будет объявлена всеобщая мобилизация, и все войнообязанные будут призваны. Мы, разумеется, не поддерживали действия нашего государства, и мы не хотели участвовать в этом. И, вы знаете, это был такой момент, вот он совершенно киношный. Мы едем, у меня закончилась планёрка, и я говорю мужу, знаешь, по-моему, нам нужно уехать, и желательно сегодня. Он у меня спрашивает, насколько всё серьёзно. Я говорю, что вообще-то серьёзно. И тогда он просто нажимает на тормоз, мы разворачиваемся и договариваемся, что я еду домой, собираю чемодан, он едет в сад с детьми. Вот мы собрались примерно за час. Это было... Ну, мне даже сейчас сложно вспомнить все детали, потому что это как будто бы во сне. Это всё происходило как будто не со мной, я со стороны за этим всем наблюдала. Мы собрались, у нас были визы открытые, эстонские визы, и, собственно, это нас и спасло, видимо, потому что от Санкт-Петербурга до Нарвы ехать. Два с половиной часа мы приехали в Нарву. Но тоже такой интересный момент был. Мы не могли просто так въехать в Нарву, нам нужно было предъявить какое-то основание. Визы было недостаточно, и тогда по дороге мы купили тур в санаторий, который предполагал однодневное лечение. И тогда мы смогли на законных основаниях выехать. Мы приехали в Нарву. Детям мы сказали, что у нас небольшой отпуск, потому что очень сложно было понять, как им объяснить это всё, что происходит. Мы приехали, были в Нарве. И потом, когда мы приехали, вроде бы уже было небольшое облегчение, что нам удалось выехать, но тут появился вакуум, а что делать дальше? И тревога такая. И в этом состоянии мы были несколько дней и не понимали, ну вот мы приехали, а что дальше, а как работать, а где жить, а на что жить. Ведь мы оставили работу, мы вот в таком... Но у нас есть дети. И я очень благодарна моим коллегам и фонду устойчивого развития, которые есть в Риге, которые нам помогли. И, собственно, поэтому мы оказались здесь, в Риге. Мы просто из Эстонии приехали в Латвию, и сейчас мы находимся здесь. Иными словами, если я правильно понял, всё произошло за несколько часов. Буквально за несколько часов. И вы упомянули в самом начале рассказа о том, что супругу вы сказали, что всё действительно серьёзно. Серьёзно означает, видимо, целый ряд очень серьёзных последствий, если бы вы остались в Петербурге. Что грозило бы вам? Вы знаете, буквально через день, на следующий день после того, как мы уехали, был этот принят закон о так называемых фейках о войне, когда нельзя употреблять это слово, когда за употребление этого слова, либо высказывание своего мнения людей, людям грозила уголовная ответственность, причём не маленькая, да, до 10 лет, начались сразу же обыски и задержание правозащитников, журналистов и некоторых даже адвокатов. И вот то же самое ждало бы и нас, потому что мы уже высказали свою позицию о том, что мы не согласны с тем, что происходит. И, в общем-то, мы, я думаю, что мы до сих пор находимся в такой опасности, но теперь хотя бы физически мы не в России, и мы можем дальше продолжать что-то делать. Вас могли арестовать? Я думаю, да. Если бы вас арестовали, вы как специалист в области юриспруденции, и меньше всего у вас иллюзий по поводу того, как функционирует государственная система судопроизводства, что бы вам грозило? Ну, сначала это было бы задержание и нахождение в следственном изоляторе до момента, пока шьется дело, если честно, на несколько месяцев, и потом уже приговор, и сложно сказать, на сколько лет, но до 10, это вообще-то серьезная цифра. И я... То есть ничего условного, это реальный тюремный срок? Которые вот грозят людям. Несколько людей сейчас задержано, и возбуждены уголовные дела именно по этим статьям. И, ну, действительно, люди находятся под арестом, и они ждут просто, когда будет суд и вынесен приговор. Вы упомянули слово «пока шьется дело». Можно взглянуть на алгоритм того, как шьется дело? Видите, у меня не было опыта пока участия в подобного рода делах, но я могу просто по аналогии предположить, как это бывает. Некоторые примеры. Да, значит, есть сторона обвинения, которая, да, говорит о том, что вот этот человек сказал, либо сделал что-то, что противоречит направлению или мнению государства в проводимой сейчас, как они это называют, специальной военной операции. И тогда начинают собирать дело, когда кто кому что сказал, как это выглядело, при каких обстоятельствах. Все это время человек находится под стражей. То есть это даже не домашний арест, когда человек может находиться дома, это действительно в следственном изоляторе люди сидят и ждут. Это происходит на протяжении нескольких месяцев, и мне даже сложно предположить, что, почему так долго. Ну, скорее всего, это просто система, которая выстроена вот таким образом, чтобы человека сломить, чтобы показать ему, что, да, его ждет именно вот это, что он будет находиться несколько лет в таких условиях, что он не будет получать доступ, не знаю, вот ко всем благам, которые были для него до этого доступны. Поэтому вот таким образом обычно все это происходит. Дела, конечно, очень часто, они настолько нелогичны. То есть, когда ты знакомишься с материалами дела, ты видишь, что нет никакой ни логики в этом, ни причинно-следственной связи никакой нет. Но при этом есть понимание того, что все люди из этой системы, они в курсе, и они делают вид, что не замечают этого, и они воспринимают это как должное. Они этому верят и выносят вот эти все жуткие приговоры. Вы упомянули фразу «дела шьются», но есть случаи, когда эти дела трещат по швам и рассыпаются? Или их доводят до победного конца? Вот они же начались недавно все, да, эти дела, и пока они как раз на стадии следствия. Я надеюсь, что они просто разойдут за по швам и не будут доведены, потому что, ну, представить себе трагедию человека за какое-то высказывание, участие там в пикете или любое высказывание несогласия с тем, что происходит, посадить человека на 10 лет в тюрьму, ну, это страшно. То есть подобных решений суда пока еще нет? Нет. Теперь, я думаю, мы могли бы вернуться немножко на уровень, может быть, абстрагироваться от вашего конкретного рассказа и поговорить о том, что такое система Путина именно с точки зрения правового государства. Путин правит этой страной уже, в принципе, 20 лет, больше, чуть больше. За эти 20 лет, скажем, в самом начале его правления Россия за 90-е годы накопила некоторый потенциал правового государства. участвовала во всевозможных международных правовых институциях, форумах и так далее. Как происходило сокращение правового и демократического пространства? Каковы были шаги? Что должно было произойти, чтобы сейчас можно было и в обществе, и в судопроизводстве создавать подобные дела, чтобы это принималось? Знаете, я тоже долго над этим размышляла, и здесь такой момент интересный. Когда ты находишься в системе и живёшь в ней, очень сложно посмотреть со стороны на то, как это действительно происходит. Как мы могли допустить до такого, чтобы вот такие дела происходили, чтобы такие законы принимались? Я думаю, что это всё, так как это всё именно политика государства, и это всё происходило не за один день, а постепенно, мы можем сказать, что пропаганда, которая работала много лет, она внесла огромный вклад в то, что мы сейчас видим и то, что происходит. Когда любые незащищённые слои населения не могли защитить свои права, отстоять право на что-то, то они становились невидимыми для государства, и они не могли ни говорить ни о чём, ни выступать. Ну, это в частности касается... Их лишали пространства для того, чтобы они оставались частью общества в публичном культуре. в публичном пространстве. Да, частью общества в публичном пространстве. Плюс людям не разрешали выходить и говорить о своих проблемах, высказывать своё мнение, и постепенно у нас закрывались независимые СМИ. В последнее время закрылись практически все, остались несколько региональных СМИ, которые могут ещё что-то говорить, но при этом мы понимаем, что блокируют все совершенно их сайты, их паблики, и люди, которые перестали получать граждане информацию независимую, и у них осталось видение только одного государственного канала и политики, которую этот канал несёт, то как раз мне кажется, что в этот момент происходит перелом или слом, когда уже сложно что-то делать, сложно объяснить людям, сложно достучаться, они сами страдают от того, что их права нарушаются, но при этом если им каждый день говорят о том, что где-то ещё хуже, а у нас есть якобы какие-то традиционные ценности или особый путь развития, но мы потерпим, а вы, это уже результат как раз этой пропаганды, которая много лет вы упомянули различные незащищённые группы или меньшинственные группы, ваш фонд социально-правовой помощи сфера занимается областью прав человека ЛГБТ, да, может быть вы могли бы чуть детальнее рассказать о том, каково это быть правозащитницей этой группы в современном российском обществе и политике? Это непросто, как и вся правозащита в нашей стране, но вы знаете, эта работа давала всё время силы и надежды на то, что можно помочь большому количеству людей, которые государство хочет сделать невидимыми, которые государство не хочет слышать. Ну и кроме того, начиная с 2013 года, когда на федеральном уровне был принят закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, это уже приобрело, мне кажется, такой государственный заказ на то, чтобы государство могло не только вмешиваться в личную жизнь людей, но и как-то может быть адресно людей запугивать, манипулировать, ну, вести вот такую риторику, потому что этот закон на самом деле он применялся не поголовно, но он был очень показательный, то есть любое, как это случилось с нашей организацией, которая в 2016 году была признана иностранным агентом, несколько раз предпринимались попытки блокировки сайта и нас обвиняли в том, что мы пропагандируем среди несовершеннолетних. Точно так же происходило с другими организациями, которые занимались помощью либо просвещением. Проблема в том, что в этом законе все формулировки настолько размыты, что их можно применять тогда, когда это удобно и интерпретировать так, как это удобно, чем, собственно, и пользуются органы государственной власти, и я недавно смотрела статистику по вынесению приговоров по этим делам, вынесению решений по этим делам и привлечению к ответственности. Вот с момента принятия этого закона до где-то начала 2022 года количество решений решений, по которым были признаны организации либо частные лица, нарушающие закон о пропаганде, увеличилось ровно в два раза. То есть, оно все время возрастало. Это было видно как раз, мне кажется, что с прошлого года началась такая прям травля, возможно, правозащитного сообщества в целом, но в том числе ЛГБТ организации, которые занимались помощью всему сообществу, когда наша организация сначала пришла проверка Минюста, потом пришла проверка налоговой, и все закончилось тем, что в начале этого года Минюст подал иск о ликвидации нашей организации, потому что он посчитал, что наша деятельность не соответствует заявленным в уставе целям. Сейчас вынесено решение о ликвидации организации, которую мы, разумеется, обжалуем, потому что мы с ним не согласны, но понимаете, везде мы встречаем формулировку о том, что есть какие-то традиционные ценности у нашего государства, а все, что под них не попадает, оно должно быть просто изжито, уничтожено, невидимо, то есть все то, что касается свободы выражения мнений, люди не имеют возможности воспользоваться этим правом, хотя это основные права человека. И получается, что таким образом государство, оно, возможно, оно сеет как раз в обществе, делает его нетолерантным к определенной группе людей. Ну, так как я занимаюсь ЛГБТ, как раз к ЛГБТ сообществу, ну, и ряда других уязвимых групп. Бездомные люди, да, не знаю, люди, у которых есть определенные заболевания. Если вы говорите о риторике государства, которое таким образом оседает и в законодательстве, и когда риторика попадает в законодательство, она как бы дальше идет как бы на улицу, и люди, и это получается некий такой замкнутый круг. А какова эта риторика государства о ЛГБТ? Что об обществе, вернее, наоборот, что об этой группе обществу сообщается для того, чтобы потом можно было принять и на уровне, скажем, общества подобное законодательство? Вы знаете, это какие-то несуразные и очень страшные вещи. Например, одно время говорили, ведь государство прикрывается детьми, да, то есть вначале ведь это был закон такой, который защищает детей несовершеннолетних, чтобы у них не сформировалось неправильного представления о семье, опять-таки о традиционных ценностях, об отношениях. Но только государство знает, что такое традиционные. Что такое традиционные ценности, да, и как это должно быть. но говорили, что якобы если значит все ЛГБТ-сообщество почему-то имело такую цель по мнению государства, чтобы детей как бы-то сказать перенаправить, рассказать им насколько здорово быть не знаю в гомосексуальных отношениях. Что такое пропаганда? Вот как по мнению государства она должна была выглядеть среди несовершеннолетних? Это вероятно я должна была прийти в школу начать рассказывать детям о том как прекрасно жить в не знаю быть лесбиянкой или жить в гомосексуальных отношениях и как это здорово. Ну это вы ведь Да, но с другой стороны даже у подобной риторики есть своя странная логика потому что подобные скажем праворадикальные взгляды они существуют не только в российской думе и в правительстве но увы их можно видеть довольно часто и в латвийском правительстве и в латвийском сейме речь идет о том что есть представление о том что быть членом ЛГБТ это ну как бы ошибка или же неправильное мировоззрение заблудшая такая овца но именно это как раз и противоречит тому что даже на уровне природных процессов самой природе допустим существования однополых союзов или допустим ориентации это часть не только истории но еще и часть природы а здесь как раз мне кажется скажем посыл такой что общество должно воспринимать этих людей как ошибающихся как ошибку как ошибку как ошибку о которой лучше молчать и не высовываться и не дай бог сказать что где-то тебя притесняют или что-то с тобой не так но при этом всегда делается такая сносочка и говорится что нет вы конечно можете это ваше дело но только пожалуйста не надо об этом говорить кому-то то есть таким образом получается что публичное признание своих прав оно исключается исключается каковы еще хорошо заговоры против детей это основное ведь это так легко и удобно ну да детьми довольно легко прикрываться у нас есть первый звонок прошу вас тогда надеть вот эти наушники и мы примем звонок пожалуйста вы в эфире добрый день прошу вас наш радиослушатель или радиослушательница исчез ну может быть может быть вернется хорошо продолжим тогда нашу беседу каковы еще моменты которые с которыми вам приходилось встречаться в своей деятельности как правозащитнице риторика одно дело а допустим она так или иначе в какой-то момент может превратиться в физическое насилие ведь насилие снова звонок попробуем добрый день вы в эфире добрый день вы сейчас слышите меня да теперь слышим вас спасибо что перезвонили вот такой вопрос скажите пожалуйста а каково отношение ну российского общества не то что там правительство какие они там законы принимают вы вот такой анализ какой-то они сделали потому что к вопросам ЛГБТ ну далеко не однозначные отношения общества и в Латвии тоже и не только в Латвии это вы правы это вы правы да хорошо спасибо за ваш звонок отношения общества ну это конечно очень и очень широкая картина есть люди которые борются за права ЛГБТ есть люди которые как раз находятся на другой стороне ну а большинство общества как относится к ЛГБТ тематике если честно мне правда сложно сказать за большинство общества может быть вам известны опросы да я живу в большом городе и я знаю что там достаточно лояльно относятся ко многим вещам я думаю что именно пропаганда и вот эта агрессивная риторика государства она сделала свое дело и люди верят и воспринимают что ЛГБТ сообщество оно оно не такое оно не такое как они все остальные что вот есть правильные люди и неправильные люди и конечно люди часто сталкиваются с дискриминацией это так а в быту человек который преследуется государственной риторикой или которому не дается право на скажем на существование в публичном пространстве это человек ведь я просто вспоминаю одного коллегу из Гамбурга который говорил что в принципе все это ведет к тому что человек становится несчастливым и несчастье оно имеет много лиц и в публичном пространстве у вас наверняка за время работы накопилось множество рассказов о том как ломаются судьбы людей может быть вы могли бы сделать обобщенный портрет человека которому не дается право существовать знаете я бы тут тоже начала на самом деле с детей потому что страдают больше всего они дети которые не могут говорить о том как они себя чувствуют о своей идентичности им не с кем поговорить их дома не понимают они боятся сказать они могут прийти в школу где есть какой-то учитель либо взрослый которому они доверяют но и взрослые боятся об этом говорить потому что им запретили что они все боятся этой пропаганды среди несовершеннолетних и того что они могут быть привлечены поэтому очень много на нашу горячую линию и психологическую психологическую службу поступает как раз запросов от несовершеннолетних о том как им быть им очень сложно вообще в период своего становления понимания себя такой переходный возраст им сложно себя понять принять как им себя позиционировать и им в этот в этот момент очень нужна помощь и поддержка и конечно это должны сделать их значимые взрослые родители либо учителя либо те кому не доверяют но они не находят там поддержки и помощи они могут обратиться к нам и специалисты с ними работают другой момент который связан тоже с такой стигматизацией это когда люди обращаются в правоохранительные органы и говорят о том что в отношении них совершено какое-то преступление любое преступление как только органы власти узнают что этот человек является представителем ЛГБТ-сообщества такие дела перестают расследоваться они спускаются на тормоза над ними могут издеваться как-то унижать их непосредственно при приеме заявления могут отказать в приеме заявления да конечно если человек найдет в себе силы обратиться к юристам мы поможем мы доведем дело до конца но вот это тоже такой момент который к сожалению есть в оставшееся время я хотел бы может быть вернуться снова к более общей теме путинской россии как скажем политически правовой системе что характеризует эту систему эту систему характеризует на мой взгляд то что все те права которые есть у людей которые обозначены в европейской конвенции они к сожалению сейчас мне кажется что российскому гражданину просто будут недоступны потому что еще раз вернусь к этой мысли о том что нам все время навязывают эту идею того что у нас какой-то свой путь развития есть что нам не нужны никакие европейские ценности что пусть они сами там с ними живут с этими ценностями вот они проводят там свои гей парады вот и пусть они там проводят а у нас будет свое что-то хорошее вот как же мы можем разрешить как мы можем говорить о том что ЛГБТ сообщество это норма ведь они же не рожают детей а как же вот понимаете в детях они все время апеллируют вот каким-то таким моментом острым который действительно очень легко зацепить ну ведь нам же нужны дети если у нас не будет детей у нас государство развалится нам нужны дети а тем более сейчас опять ведутся разговоры о том чтобы запретить аборты потому что нам нужны дети у нас очень много умерло людей на войне ну то есть это все время крутится вокруг вот война война дети которыми легко им просто в каждую вот то есть это не социальное и материальное положение государства которое дает возможность процветать своим гражданам а это именно навязанные такие ценности которые почему-то за меня государство определяет что для меня нормально какие ценности для меня должны быть важны какие я могу принимать решения как мне мыслить а главное как мне высказывать свои мысли и говорить о своих правах поэтому вот это Россия которая сейчас она к сожалению к сожалению последнее время мы вышли из многих международных организаций и теперь это будет действительно очень сложно обращаться и заявлять о том что происходит и творится в России что будет с правами людей и как они будут защищаться А есть ли в истории вашего фонда и позитивные примеры когда все-таки удавалось противостоять этой системе и добиться скажем справедливого решения суда конечно есть и они очень вдохновляющие такие истории нам удавалось добиться компенсации материальной от человека который на протяжении много лет вел травлю ЛГБТ активистов он оскорблял их публично он мог какие-то их сведения сделать публичными личные и нам удалось в суде вынесено было два решения и мы взыскали с него компенсацию морального вреда вы как правозащитница и насколько я понимаю вы скажем в своей личной жизни как раз может быть символически олицетворяете ту самую скажем культуру большинства которой так печется путинская система но вы многие годы тратили свои силы душевные интеллектуальные для того чтобы поддерживать инакового другого что бы вы сказали нашим может быть условным радиослушателям которые может быть тоже от незнания от того что у них не было правильных источников может быть им не с кем было поговорить об этом тоже полны страхов и может быть в их головах где-то роятся идеи о заговоре и так далее что бы вы представитель традиционной культуры сказали бы подобным людям как бы вы им помогли да вы знаете тут мне кажется что самая главная мысль которую нужно понять это что все люди одинаково равны даже если мы чего-то не понимаем оно не должно вызывать у нас какую-то агрессию а если вызывает я думаю что нужно с этим работать ведь сейчас то есть работать нужно мне как тому у кого эти ощущения появляются мне не нужно проецировать это на какие-то внешние абсолютно правы потому что именно доступ к информации дает нам возможность получить эту информацию понять что-то переосмыслить а то как это происходит сейчас в россии когда нет доступа к информации когда закрываются все организации когда нет возможности людям объяснить и донести какую-то мысль ну именно тогда и порождается вся агрессия и нетерпимость к этим людям а почему важно мне представить ну допустим сейчас я сам принадлежу к ЛГБТ общине поэтому я не могу говорить о себе как о каком-то большинстве ни в сексуальном плане ни в этническом но допустим если бы я был представителем культуры большинства для которой в принципе вся правовая скажем рамка создана в принципе вся правовая система это так или иначе во многом до культуры прав человека это была система которая создавала какие-то правильные рамки для культуры большинства почему такому человеку важно чтобы права меньшинственных групп соблюдались и развивались для чего ведь мне хорошо в принципе потому что во первых как я уже сказала что права я считаю что это вот основное что права есть у всех людей и как только мы позволим себе не замечать какую-то группу людей я уверена что мы тут же начнем и позволим себе морально не замечать что-то другое как только у этих у какой-то из группы людей не будет возможности говорить о себе заявлять о своих правах это тут же повлечет я уверена что это вот прям цепочка такая реакция когда появится кто-то еще кто нам неудобен кто нам непонятен кто нам не нравится поэтому очень важно мне кажется что ну это вот следить и не допускать таких вещей в какой-то момент моя собственная группа тоже может войти в этот список может конечно теоретически я думаю что это ну мне кажется что вот история нам показывает что так и происходит 30-е годы в Германии в Италии является тому свидетельством скажите пожалуйста а каким образом сейчас в Латвии складывается ваша жизнь вы уже несколько месяцев здесь в Риге каковы ваши планы идеи мысли мечты у меня есть рабочие планы мы не можем оставить свою работу в России несмотря на то что я нахожусь сейчас здесь мне удается продолжать мою работу и помогать людям которые остались там и мы и мои я и мои коллеги планируем дальше продолжать это делать мои личные планы они связаны с Латвией я планирую здесь остаться жить надеюсь что вот какое-то время точно ну и какие-то мелкие бытовые радости которые мы себе позволяем съездить на пляж устроить детей куда-то сейчас лето и может быть провести немножко времени с семьей что ж Екатерина тогда я желаю вам прежде всего мужества и душевных сил и я очень рад что здесь в Латвии вы как правозащитница я уверен сможете помочь многим и здесь и морально и эмоционально и ваш опыт специалиста я благодарю за сегодняшнюю нашу беседу спасибо что смогли помочь нам заглянуть как бы за кулисы системы Путина и еще раз я хотел выразить свою признательность за ваше мужество сил вам уважаемые радиослушатели спасибо за то что были сегодня с нами Екатерина Диковская правозащитница была сегодня с нами рассказывала о том как существует скажем правозащитные институции которые помогают ЛГБТ общине в рамках современной системы путинской России большое спасибо моему коллеге Евгению Копейну за обеспечение технической стороны нашего эфира и мы снова встретимся с вами на последнюю в этом сезоне программу через неделю до свидания Радио Болтком